Курбулентность на инвестиционных рынках уже привычное состояние для тех, кто хочет вложить деньги и не знает куда. Но даже в непростые времена эксперты сходятся во мнении, недвижимость – это самый стабильный актив и в сохранении стоимости, и в получении стабильного дохода. По генеральному плану города Новосибирска эта локация позволяет строить либо бизнес-центры, либо гостиницы, либо какие-то спортсооружения. На сегодняшний день рынок требует высококачественных офисов, которых в городе Новосибирске раз-два и обчелся. Эта локация позволяет сделать бизнес-центр очень высокого класса с полной обеспеченностью собственной инфраструктуры как бизнес-центра. Ранее эта локация была занята частным сектором. Сейчас в центральном районе на улице Николая Островского в самом разгаре строительство финквартала «Лендлорд». Композиционно комплекс состоит из трех высотных объемов, которые расположены по углам земельного участка. Это 200-метровых башни с апартаментами и 25-этажный бизнес-центр. В уровне первых двух этажей все три высотных объема объединяются двухуровневым стилобатом, в котором разместятся различные общественные функции. Под всем комплексом мы организовали подземный двухуровневый паркинг. Поскольку комплекс является высотным, то предъявляются строгие требования к качеству материалов. И все применяемые в проекте материалы обладают достаточной степенью долговечности, надежностью и пожарной безопасностью. В качестве фасадных материалов мы выбрали надежный в наших условиях материал – это высококачественный облицовочный кирпич светлых тонов, архитектурное стекло, которым будут выполнены большие площади витражей и крупноформатные окна в номерах апартаментов и натуральный камень. Натуральным камнем у нас облицован визуальный акцент. Это двухэтажная часть на пресечении Писарева и Семишемшиных с высокими витражами. Несмотря на рост цен в этом сегменте, спрос на покупку коммерческой недвижимости в Новосибирске за прошлый год вырос на 31%, в два раза по сравнению с 2019 годом. Сейчас новосибирские застройщики активно держат курс на создание финансовых кварталов. Сейчас очень большой интерес к складской недвижимости. Происходит ротация объектов, устаревших на более современные. И очень большой интерес к коммерческой недвижимости, которую можно сдавать в аренду. И в том числе, которую можно выкупать у представителей, кто покидает Россию, дают дисконты. И это достаточно качественные объекты. Ну и, соответственно, все, что связано с новыми объектами. Потому что можно получить самые лучшие условия, самую лучшую локацию, самый лучший этаж, вид и прочие вещи. В повышении доходности инвестиций большой роль играет управление объектами коммерческой недвижимости. А именно от того, какие услуги готова предоставить управляющая компания. У нас есть две категории собственников. Первая категория собственников – это те люди, которые планируют жить сами в апартаментах. Они получат от управляющей компании повышенный сервис апарт-отеля. Это круглосуточный ресепшн. Это 24 на 7 уборка мест общего пользования. Это услуги горничной, прачечной, охраны, видеонаблюдения и так далее. Это те люди, которые планируют жить, работать и отдыхать на территории финансового квартала. Это те люди, которые экономят свое время. Вторая категория собственников – это те собственники, которые планируют получать пассивный доход, передавая в управление свой актив. Они получат повышенный доход на апартаментах. У приобретения недвижимости на этапе строительства есть множество привилегий и преимуществ. Человек покупает с привлечением ипотечного капитала. Эта ипотека действует до конца строительства. Есть один нюанс в нашей компании – мы сдаем раньше срока. Вот это вот один небольшой минус или плюс. Также у нас существует рассрочка. Рассрочка для клиентов от застройщика. Это чаще всего адресный подход к каждому клиенту. Сдача первой очереди финансового квартала «Лэндлорд» – третий квартал 2026 года. Уже сейчас застройщик осуществляет показы на действующих объектах и демонстрирует демоэтажи. Редактор субтитров А.Семкин